Укрепить здоровье, повысить физическую активность и жизненный тонус. Эти и другие не менее важные цели вот уже 20 лет ставит перед собой отделение дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания. В своих стенах отделение принимает людей пожилого возраста и инвалидов. За два десятка лет курсы оздоровления прошли более 200 групп. О тех, кто выполняет важную социальную функцию, смотрите в следующем сюжете. Уже 20 лет отделение дневного пребывания принимает в своих стенах людей высокого возраста и инвалидов. Сегодня курс оздоровления в отделении проходит 205-я по счету группа. Из 18 пожилых граждан 7 приехали из сельских населенных пунктов региона. Посчастливилось оказаться здесь и Сергею Дуракову. Хочется сказать Татьяне Владимировне, заведующей, что обеспечили нас уже в таком возрасте, а так тепло, так легко, отношение такое поднимает настроение, поднимает дух, здоровье. И благодарность огромная. Просто слов нет. Курс оздоровления для людей пожилого возраста и инвалидов в отделении дневного пребывания занимает 18 дней. С 9 часов утра начинаются медико-оздоровительные мероприятия. Массажи, физиопроцедуры, занятия адаптивной физкультурой. Здесь отдыхающие могут пройти и лечение у стоматолога. Люди этого возраста всегда нуждаются в дополнительном внимании, помощи, опеке. Поэтому они зачастую сюда приходят даже, может, отчасти не оздоровиться, а просто поговорить, позаниматься, пообщаться. Но если совсем пожилые, они иногда ко мне приходят, просто посоветоваться, проконсультироваться, которые даже не нуждаются в моей помощи. Стараемся всем помочь. Кроме оздоровления организма, большое внимание в отделении дневного пребывания уделяют культурно-досоговой программе. Этим направлением заведует Вера Ваучейская. Здесь её называют не иначе, как «душевный доктор». Кроме экскурсий, походов в бассейн и занятий различными видами творчества, Вера Егоровна следит за уровнем осведомлённости своих подопечных. Просто я хочу, чтобы они были во всеоружии подкованы. Пенсионный фонд я приглашаю, соцзащита приходит у нас. Сейчас у нас ввели, значит, ГИБДД уже приходит, уже первая встреча была. УВД приходит, вот это мошенничество, вот эти телефоны, вот это все, что они всё это рассказывают, чтобы они были всегда вот как бы на чеку. Вот потом, значит, что МЧС мы работаем, потому что мало ли что, какая жизненная ситуация, и чтобы они тоже могли себя провести как-то вот нужно, не испугаться. Такая всесторонняя поддержка людей пожилого возраста и инвалидов была бы невозможной без душевного персонала, который работает в отделении дневного пребывания. Они точно знают, что дело их важное и нужное. Ну а как же не важно? Очень много людей в возрасте не могут выехать куда-то за пределы округа, особенно сельские жители. И они приезжают с удовольствием сюда, к нам, и получают вот этот комплекс оздоровительных услуг, и уезжают очень довольные, подкрепившись своё здоровье. Поэтому это очень важно. Да и то же самое и для городских людей. Здесь это всё делается в комплексе. Пришёл человек, пенсионер, сел на диванчик, его приглашают. Пожалуйста, на массаж, пожалуйста, на такую-то процедурку. Давайте сделаем укольчик. А затем все вместе поют, общаются. Самое главное ещё для них – общение. Курс оздоровления пенсионеры и инвалиды проходит абсолютно бесплатно. Не чаще одного раза в два года. А жителям сельских населённых пунктов даже компенсируют стоимость проезда в Наринмар и обратно.